всем привет рад здесь быть сегодня уже много такого интересного всего сказали супер спасибо большое теперь осталось мне вовремя все закончить чтобы рэбби не стоял за спиной я сегодня хотел бы с вами поделиться тоже некоторыми мыслями и говорить о том что такое смирение и почему это важно и уже сегодня здесь звучали такие мысли о том что мы все проходим какие-то непростые сложные периоды в нашей жизни да это так это всегда было но наверное сегодня это как-то по-особенному и все это затянулось да сначала пандемия теперь война одно за другим и все думают почему все это происходит но мы все периодически с вами устаем по разным причинам как физически так и эмоционально и наверное эмоциональный эмоциональная усталость это гораздо серьезнее чем даже физическая и чаще всего мы это скрываем потому что возможно мы привыкли к тому что вот христиане вот такого движения такого направления мы стараемся всегда быть на позитиве да мы стараемся исповедовать правильные вещи мы стараемся провозглашать что у нас все хорошо мы стараемся улыбаться если нас кто-то встречает не дай бог не заныть ну и так далее то есть мы всеми возможными и невозможными методами маскируем то что у нас внутри что-то происходит что-то какие-то процессы и вот интересно что однажды читая писание я натолкнулся или можно так сказать я читал это место писания бесчетное количество раз вам оно тоже очень хорошо знакомо оно записано в евангелии от матфея 11 глава 28 30 стихи здесь сказано так иисус зовет и он говорит придите ко мне все уставшие и обремененные и я успокою вас вроде как на первый взгляд ничего сложного но проблематика часто заключается в том что нам сложно признать что мы уставшие и обремененные но нас научили может быть так может быть у вас так не учили но в общем на постсоветском пространстве нас учили таким образом что не признавайся в своих слабостях никому христианин должен быть сильным он всегда должен быть на высоте потому что не дай бог дьявол услышит тогда вообще все будет плохо но как бы он в курсе что у нас плохо когда у нас плохо ну так на минуточку но всегда все начинается с того что иисус говорит если у тебя проблема признай это и иди ко мне наше рождение свыше спасение начинается с того что мы признаем что мы абсолютно безнадежные грешники мы сами ничего с этим сделать не можем хотя кто-то пытался какими-то разными методами еще чем-то мы пытались стать лучшим мы пытались угодить богу мы пытались заработать спасение и тому подобные вещи но господь говорит пока ты не признаешь что ты абсолютно безнадежный грешники у тебя нет ни одного шанса и пока ты не придешь ко мне для помощи твое спасение не начнется то же самое и в этом отрезке придите ко мне все уставшие и обремененные и я успокою вас и дальше возьмите на себя ярмо моё и научитесь от меня то есть возьмите то что даю вам я они несите то что вы придумали нести ради меня мы часто устаем служа богу делая то что бог нас делать не просил пытаясь впечатлить его нашими делами чтобы получить от него что-то особенное поэтому здесь иисус говорит возьмите на себя ярмо моё и дальше он говорит научитесь от меня спасибо чему научиться потому что это как бы заявление абстрактное научитесь у меня но он дальше дает четкие конкретные указания чему научиться потому что я кроток и смирен сердцем и вы найдете покой вашим душам кого сегодня душевные проблемы эти это тоже такая грань о которой мы часто не говорили потому что мы больше решали все вопросы в духе потом мы вдруг вспомнили о плоти что они тоже надо заботиться ее нужно лечить вовремя вставлять зубы и тому подобное чтобы потом в конце потому что мы всегда в духе все лечили понимаете но иногда нужно лечить и не только в духе мы поняли со временем это у некоторых уже было поздно но тема души мы ее не касались но наверное это самая обширная грань человеческого бытия и часто наши мучения боли страдания переживания изнеможение какое-то это все уровень души и здесь господь говорит если у тебя проблема в этой сфере приди ко мне отложи все то что тебя так давит и научись от меня кротости и смирению и ты найдешь покой своей душе ключ к решению душевных проблем часто лежит в сфере смирения и кротости вот об этом я хотел бы с вами сегодня и поговорить несколько мест писания из ветхого завета или старого завета как правильно ребят и меня подкорректируй потому что я тут человек новый притча 11 глава 2 стих придет гордость придет и посрамление но со смиренными мудрость помните яков говорит у кого недостает мудрости просите это тоже такой интересный момент потому что признать что у тебя не хватает мудрости нужно смирение потому что все мы умные и мы всю жизнь пытаемся доказать друг другу что мы умнее чем все остальные но здесь как бы момент такой признать что ты глупый нужно смирение и только потом ты можешь попросить чего-то аминь следующий стих притчи 15 глава 33 стих страх господин научает мудрости и славе предшествует смирение часто люди ищут славы в нашем в наше время и и в христианских кругах не исключение мы хотим быть знаменитыми мы хотим иметь славу мы хотим чтобы нами восхищались мы хотим чтобы нас знали но путь ко всему этому это смирение все остальное просто приведет к раху притчи 18 12 перед падением возносится сердце человека а смирение предшествует славе притчи 22 4 за смирением следует страх господин богатство и слава и жизнь долгое время учили о процветании но никто не учил о смирении как платформа для процветания потому что можно получить процветание и таких много было в христианских кругах которые потом чудили я кто кажет без баяна а многих уже и нет потому что они получили возможность реализовать все то что было внутри а когда внутри нет смирения то ты реализовываешь совершенно другие вещи поэтому путь ко всему этому смирение притчи 29 23 гордость человека унижает его смиренный духом приобретает честь и классика жанра иакова 46 бог гордым противится осмиренным дает благодать он дает то чего ты не заслужил но то в чем ты нуждаешься он дает тебе это лишь только потому что ты смирился перед ним и осознал свою абсолютную нищету и полное банкротство чтобы получить от него то что есть у него и нет у тебя и так друзья несколько определений того что такое смирение что такое кротость если вы посмотрите словари то очень интересное определение так вот определение смирение это покорность своему уделу непротивление утрате могущества и престижа одно из определений в христианском в христианской в христианском контексте в традициях христианских смирение это правильное поведение людей по отношению к творцу прежде всего потому что мы смиряемся перед богом во первых интересный еще такой момент что также смирение это отсутствие гордости стремление возвыситься над другими людьми однако смирение друзья мои это не пассивная покорность а активные смелые действия намеренного смирения себя самого эта работа над собой с помощью силы духа святого который всегда с нами что такое кротость кротость это мягкость характера и она помогает человеку терпеливо переносить оскорбление при этом не раздражаться не возмущаться и не желать отомстить мягкость характера не отменяет твердости духа и так иисус христос говорит придите ко мне и научитесь от меня смирению и кротости вуаля вот этому несколько мыслей с чего хотелось бы начать так это с нашей зависимости от бога и мысли первое смирение перед богом это то чего должен начинать человек потому что мы творение он творец все от него им и для него просто мы забыли мы как бы соглашаемся что как бы от него но для нас но писание говорит от него и для него он сотворил народ для себя для поклонения ему понимаете да очень важный момент итак иисус дал нам потрясающий пример смирения и кротости и об этом апостол павел пишет в послании к филиппийцам 2 глава с 5 стиха потрясающие слова просто послушайте внимательно павел говорит так ваш образ мыслей должен быть таким же как и образ мыслей иисуса христа и дальше он объясняет что он имеет ввиду он по природе бог не держался за равенство с богом а наоборот унизил себя приняв природу раба он стал подобным людям став и по виду как человек он смирил себя и был покорным до смерти причем смерти на кресте поэтому бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен чтобы перед именем иисуса преклонились все колени на небесах на земле и под землей и чтобы каждый язык признал во славу бога отца что иисус христос есть господь знаете вот я мог там целый час проповедовать на эту тему а тут в нескольких стихах вся суть того что я хотел сказать но я как бы не совершен как апостол павел поэтому продолжу итак мы видим примеры иисуса христа который смирился был послушен до смерти и это потрясающий пример смирения для каждого из нас в результате которого бог отец превознес имя иисуса христа это это сложный путь смирение оно предусматривает некий процесс умирания для себя потому что нам сложно в любых сферах не только в христианской жизни но в семейной жизни в отношениях нам сложно признавать что мы не все знаем что мы не идеальны сложно или нет или как бы да я не идеален но и мы всегда на противовесах работаем я не идеален но посмотри на себя я бы попросил ну и так далее да господь свят но и я как говорится не лыком шит а праведностью христа у нас всегда есть заготовочки чтобы как бы и господа похвалить и себя не обидеть ну а окружающий уже как пойдет но мы до этого тоже дойдем Иисус сказал что мы должны следовать за ним неся свой крест а не просто так впрыжку за ним бежать следование за христом прежде всего заключается не в делании дел а в преображении нас как личности в принесении плодов уже об этом сегодня говорил Василий который является плодами духа действующего в нас послание гала там 5 глава 24 стих написано но те которые христовы распяли плоть со страстями и похоти те которые христовы это достаточно взрослые решения и достаточно взрослый процесс все начинается знаете с понимания спасения по благодати потому что вроде как все понятно но мы все время в этой сфере боремся с Богом мы принимаем жертву Христа осознавая свою абсолютную беспомощность и неспособность получить или заработать спасение мы вроде как все это принимаем но в этой сфере нам тоже необходимо смирение друзья скажешь зачем нам в этой сфере смирение за тем что мы должны перестать зарабатывать спасение и осознать свое положение и не оскорблять жертву Иисуса Христа смирение это благодарная и непосредственное понимание того что жизнь это его дар и она проявляется оно проявляется в таком знаете искреннем и непритворном признании своей полной зависимости от него потому что согласитесь что вроде как спасение по благодати вроде как все даром вроде как без него мы ничего не можем но периодически у нас все время мелькают какие-то темы вот я молюсь много вот я читаю вы бы знали знаете вот с 1 января 22 года я принял решение буду читать библию раз в три месяца я начал хорошо и потом началась война неожиданно и я подотстал а я что что а библию за три месяца извините спасибо спасибо за жену дух святой запутался в трех соснах так вот библию за три месяца начал читать с 1 января как бы все хорошо пошло началась война неожиданная и я как бы чуть-чуть подотстал потому что появились другие дела и наверное господь думает что-то брат подотстал и в марте меня арестовали и первое что я попросил на первом допросе дайте мне библию и мне дали и я успел закончить начатое дело потому что больше мне там было делать нечего поэтому думаю в следующий раз не буду обещать может быть я в этот раз не случайно запутался лучше читать раз в три месяца чем сидеть в тюрьме ладно так вот вся наша жизнь принадлежит Господу и мы не впечатлим Бога ничем мы молимся потому что это общение с Богом мы читаем Писание потому что для нас это светильник для нашей ноги для нас это хлеб сходящий с неба для нас это жизнь и так далее Иоанн он он показывает все эти моменты это вода живая и так далее в своем Евангелии это много аспектов с которых мы мы черпаем из Божьего Слова для себя то что нам необходимо поэтому нам нечего добавить в жертву Иисуса Христа мы можем ее только принять в смирении и согласиться что все что мы имеем это благодаря Ему поэтому смирение перед Богом это очень важный момент и может быть для кого-то это нужно проработать потому что отсюда появляются вопросы Господь я так тебя люблю я так тебе служу но почему или за что почему я когда мы сталкиваемся с какими-то сложными обстоятельствами у нас всегда появляется вопрос Господь почему я я же такой классный а и здесь нужно смирение определенное чтобы не только верить Богу когда все хорошо но и верить Богу тогда когда все пошло не так как ты ему рассказывал заказывал и объяснял второе смирение перед людьми наверное это сложнее чем смирение перед Богом потому что смиряемся мы перед Богом один на один и другим мы можем рассказать насколько мы смирились сильно но только Бог знает истинную картину нашего смирения а вот смирение перед людьми это уже траур потому что приходится умирать официально публично и трагично соответственно Луки 18 глава 9 стих тем, кто был убит и с презрением смотрел на других и Иисус рассказал такую притчу то есть Иисус точно знал кому Он и Притчу смотрел на других Тем, кто был уверен в собственной праведности и с презрением смотрел на других. Ну а это были фарисеи, которых среди нас нет. Но хотя бы мы посмотрим исторический отчерк, может быть кого-то мы там узнаем, но не из нашей общины. И здесь написано, два человека пришли во двор храма помолиться, святое дело. Один из них был фарисей, а другой сборщик налогов. Ужас. Фарисей, встав молиться, молился о себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди. И Бога похвалил, и себя не обидел. И дальше он перечисляет, какие люди. Воры, мошенники, неверные супруги. И как этот сборщик налогов. Я пощусь два раза в неделю и даю десятину со всякого дохода. То есть я молодец. А сборщик налогов, стоя вдали, не смел даже глаз к небу поднять, но бил себя в грудь и говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И дальше написано, это не я сказал Иисус. Говорю вам, что именно этот человек пошел домой, оправданный перед Богом, а не первый. Потому что каждый возвышающий себя будет унижен, а каждый принижающий себя будет возвышен. Интересная история. Смирение, друзья, оно выражает истинную зависимость как от Бога, так и от людей. Мы не живем на необитаемом острове, мы живем среди людей. И нравится нам это или не нравится, это то, о чем говорит Писание. Интересно, что во всем этом есть исполнение вот этих двух заповедей, которые собирают в себя все. Притча говорит о двух людях, которые пришли помолиться в храм, но вникая в сюжет этой притчи, мы можем видеть большую разницу между этими людьми. Или на чем был сосредоточен каждый из этих людей. Смотрите, фарисей полностью полагался на себя и свысока смотрел на других. Он гордился тем, что не похож на разбойников, прелюбодеев, сборщиков налогов и так далее. Он четко это все понимал, осознавал. Он строго следил за тем, чтобы его поведение было безупречным. Ну как бы с точки зрения человека, а что тут плохого? Но он мало времени уделял тому, чтобы дать оценку мотивации своих поступков. Мы часто даем оценку поступкам, но не даем оценку мотивам. А Бог, Он смотрит на мотивы даже тогда, когда ты делаешь хорошие вещи. Потому что даже хорошие вещи можно делать, исходя из неправильных мотивов. И в конечном итоге это приведет тебя не к смирению, а к гордости. Он игнорировал тот факт, что Бога интересует не только, что мы делаем. Еще раз повторюсь. А почему мы это делаем? Потому что Бог смотрит на сердце. Человек настолько считал себя праведным, что упустил шанс предоставить Богу возможность изменить его изнутри. Гордыня фарисея была именно в этом, что он исключал потребность в Боге и исключал потребность в других людях, исключая благодать. Сборщик налогов, с другой стороны, он остро ощущал свою греховность и искал у Бога прощения и милости. Потому что он понимал, что он ничего из себя не представляет. Он молился, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Он понимал, что смиренный человек способен слышать Бога. Знаете, вот мы иногда говорим, нам так хочется услышать Бога. Знаете, вот состояние для того, чтобы слышать Бога, начинается со смирения. Мы часто не слышим Бога, потому что нам не хватает смирения и кротости. Иногда мы боимся слышать Бога, потому что мы переживаем, что мы услышим не то, что нам хотелось бы слышать. Несколько аспектов смирения сюда же, в этот пункт. Во-первых, смирение мгновенно признает грех в себе самом и не торопится обвинять в согрешениях других. Гордость, с другой стороны, не желает исповедоваться в собственных грехах, но с готовностью видит чужие грехи и осуждает людей. Знаете, гордый человек, он эксперт в чужих грехах, но абсолютный слепец в своих. Во-вторых, Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Во-вторых, смирение просит и получает Божье прощение, и потому с готовностью прощает других, осознавая, что прощение ты это получил, не заслужен. И третье, смирение не стремится выйти на передний план. Смиренный человек может служить в любой, в любом формате в теле Христовом и быть довольным, счастливым и приносить благословение. Потому что он понимает, что он важен там, где он важен. Мытарь стоял в стороне. Он не толкался с фарисеем впереди у алтаря. Джонатан Эдвардс однажды сказал такую фразу. Ничто не делает человека таким недосягаемым для дьявола, как смирение. Знаете, мы иногда воюем с дьяволом гораздо серьезней, чем занимаемся собственным смирением. Поэтому войны не прекращаются. Может быть, нужно потратить это же время на собственное смирение, и дьявол убежит сам. Друзья, смирение не приходит просто так. Это не врожденная добродетель. Вот и родился, и весь такой смиренный. В отличие от гордости. Гордость, как бы унаследованная нами и прописана на уровне ДНК. Добро пожаловать в реальность. Но Господь работает с каждым из нас, чтобы мы могли преобразиться в Его образ. Третье. Что такое истинное величие? Если мы говорим о смирении перед Богом, мы говорим о смирении перед людьми. В конечном итоге, почему смирение и кротость — это не те добродетели, о которых мы так ревнуем? Никто, устраиваясь на работу, не пишет в своей анкете «возьмите меня на работу, потому что я кроток и смирен». Это уже звучит настораживающе. А почему? Если для Иисуса это самые важные добродетели, и Он говорит «научитесь от меня, потому что я кроток и смирен». Он себя так представляет. Мы хихикаем с Моисея, который написал о себе, что он был наикрочайший человек на земле. И мы думаем, как это он написал о себе такое? Сам. Сегодня мы услышали, что не совсем было так. Но иногда же можно психануть. Но это ему стоило. Если вы усвоили урок. Торы сегодня хорошо. Поэтому смирение и кротость — очень важный момент. Потому что можно психануть в самый неподходящий момент, влупить туда, куда не надо, и вода с блинами. До конца жизни. Итак, истинное величие. Что такое истинное величие с точки зрения Писания? У каждого из нас, друзья, достаточно искаженное понятие истинного величия. Но мы к нему стремимся. Ребе, сколько у меня там на твоем таймере осталось? Десять минут. Хорошо. Там четырнадцать. Ну ладно. Просто проверял на всякий случай. Шучу. Не, не, десять так десять. Так вот. Исайя, шестьдесят шестая глава, извините, второй стих. Здесь написано. А вот на кого я презрю, или обращу внимание. На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом Моим. Нам иногда кажется, что Бог обращает внимание на героев. Бог обращает внимание на делателей, на деятелей и тому подобным товарищам. И мы иногда думаем, Бог на меня не обращает внимания, потому что я не настолько одарованный, я не столько много делаю, я не такой талантливый, я так не пою, я так не проповедую, я так не евангелизирую. Я так, я так, я так, не я так. Поэтому Бог не обращает на меня внимания. Но Писание говорит, и здесь говорит Господь, вот на кого я обращу внимание. На смиренного и сокрушенного духом. И здесь не говорится о роде твоей деятельности, потому что все важны в теле Христовом, независимо от того, как много или мало ты делаешь. Просто ты должен быть на своем месте, и на своем месте ты должен делать все максимально хорошо. Но не поэтому Бог обращает на тебя внимание, а потому что ты смиренный, сокрушенный духом и трепещущий перед словом его, почитающий его слово. Второе, Паралипоменом 16.9, известное местописание, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне преданно ему. Преданность для Бога тоже важна. Независимо от обстоятельств, независимо от процессов, которые ты проходишь. Преданность. Давайте рассмотрим несколько примеров из жизни учеников Иисуса Христа. Марка 9 глава, 33-35 стих. Написано, они пришли в Капернаум, и когда расположились в доме, Иисус спросил учеников, скажите, о чем это вы говорили по дороге? Как вроде он не знал. Но они молчали, потому что по дороге они спорили о том, кто из них важнее. Очень важная тема была. Тогда Иисус сел, созвал 12 учеников и сказал, кто хочет быть первым, тот пусть будет последним из всех и всем слугой. Понятная тема? Вроде как да. Десятая глава. Это была девятая. Вроде как Иисус поговорил, все им объяснил. Десятая глава, 35-45 стих. К Иисусу подошли Иаков и Иоанн, сыновья Завидея. Учитель, сказали они, мы хотим, чтобы ты сделал для нас то, о чем мы тебя попросим. Что вы хотите, чтобы я для вас сделал? Спросил он их. Позволь нам в твоей славе сесть одному по правую, другому по левую руку от тебя, сказали они. Скромно, но со вкусом. Вы не знаете, о чем просите, сказал им Иисус. Можете ли вы пить ту чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Можем. Тоже скромно, ответили они. Тогда Иисус сказал им, пить чашу, которую я пью, вы будете, и крещением, которым я крещусь, вы тоже примете. У вас все будет плохо. Я просто перевожу. Но кому сидеть по правую или по левую руку от меня, решаю не я. Эти места принадлежат тем, кому они назначены. Когда остальные десять учеников услышали это, они рассердились на Иоанна и Иакова. Потому что они тоже хотели там сидеть. А стула два. Как в той игре. Ири-ри-ри-ри-ри-ри. Баян играет, и все бегают вокруг стульев. Тупейшая игра на свадьбах. В садике еще ладно, да? Но когда взрослые дяди-тети на свадьбе вот с такими животами. Ой. Вспомнил, аж вздрогнул. Ладно. Иисус позвал их и сказал, вы знаете, что те, кого считают правителями этого мира, властвуют над своими народами и владеют людьми их знать. Но у вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой. Кто хочет быть среди вас первым, пусть будет для всех рабом. Ведь и сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Братья были уверены, что они самые подходящие кандидатуры. Интересно. Ученики, услышав это, они негодовали, у них все были разборки, но Иисус опять с терпением объяснял им одно и то же. Нам часто это тоже нужно. У нас должен произойти некий переворот в нашем сознании. И в нашем обычном понимании стремление к величию, оно выглядит немножко иначе, чем видит это Бог. Человек, он движим поиском личной выгоды, собственного удовольствия, такого, знаете, ложного ощущения самодостаточности. Он стремится прославить себя самого. В этом человек думает, что и заключается истинное величие. У Бога совершенно другой взгляд на истинное величие. Но истинное величие состоит в служении другим ради прославления Бога, а не ради прославления себя. Мы все можем говорить о служении и насколько это важно, служить Господу и людям. Но даже служение мы можем делать ради себя. Мы можем служить Богу и людям, но иметь неправильные мотивы. Истинное смирение выражается в том, как ты служишь. Несколько еще мест Писания быстренько. Римлянам 1.1 апостол Павел пишет. И знаете, с чего он начинает? Он говорит, раб Иисуса Христа, призванный быть апостолом. Послание к филиппийцам 1.1 Павел и Тимофей рабы Иисуса Христа. Иакова 1.1 Яков раб Бога и Господа Иисуса Христа. Он не пишет здесь родной брат Иисуса Христа. Прошу любить и жаловать. 2 Петра 1.1 Петр пишет. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Во-первых, раб Иисуса Христа. Во-вторых, призванный быть апостолом. То есть, моя позиция – это раб Христов или слуга Божий. Моя функция – это апостол, пророк, пастор, учитель. Это не позиция, это функция. А позиция – это раб Иисуса Христа. Твое самое высшее призвание – быть слугой Господа. Знаете, по мере нашего служения Господу, чем дольше мы служим, тем больше мы должны быть смиренными. Но, во всяком случае, такими становиться. И вот последняя мысль. Апостол Павел на примере его жизни, раз мы читали его выдержки, как он презентует себя. Апостол Павел умер примерно где-то в 65-66 год нашей эры. Через 20 лет после своего обращения и за 10 лет до своей смерти, он написал. Первое послание Коринфянам. 15 глава, 9 стих. «Ибо я – наименьший из апостолов». И не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Это он написал за 10 лет до своей смерти. За три года до своей смерти он пишет, Ефесянам 3,8. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неследимое богатство Христово». За год до своей смерти он написал, первое послание к Тимофею 1,15. «Верное и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он начинает с наименьшего из апостолов, затем наименьшего из святых и доходит до первой из грешников. «Друзья, пусть высокомерие, превозношение не захватит наши сердца, так как это путь к падению и потерям». Знаете, когда Иисус шел в Иерусалим, только Он знал, для чего Он туда идет. Он осознавал те мучения, которые Ему предстоит пройти и в конце умереть. Иисус стал выкупом, который Он заплатил за нас, безнадежных грешников и гордецов. Знаете, от высокомерия и гордости невозможно освободиться самостоятельно. Для этого необходимо изменение всего нашего естества, сердца, образа мышления, образа жизни, системы ценностей. Это может сделать только Бог. Мы можем быть свободными только благодаря Христу. Поэтому давайте мы сейчас встанем, будем молиться. И позвольте, чтобы Дух Святой работал с каждым из нас и мог преобразить нас в образ Иисуса Христа. Взирай на Господа. И позволь Духу Святому говорить тебе правду о тебе. И менять тебя. Это непростой процесс откровения, сокрушения, смирения, раскаяния, сораспятия, воскресения к новой жизни. В конечном итоге центром нашей жизни должен стать Христос, а не мы. Его желания, а не наши. Его воля, а не наши амбиции. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты не только учишь нас и что-то ожидаешь от нас, требуешь, но Ты стал потрясающим примером. Ты оставил славу небес, дом Отца. Ты посвятил себя Твоему творению, которое впало в грех. И мы просим Тебя, драгоценный Господь, драгоценный Дух Святой, научи нас преображаться в образ Иисуса Христа, научиться у Него кротости и смирению, чтобы найти покой душам нашим, пережить исцеление, восстановление и быть теми, кто живет для Тебя, служит Тебе, любит Тебя всем своим естеством, приносит славу Тебе и отражает Твой образ везде, всегда и во всем. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.